Вот теперь смотри переходим к разминаниям. Фактически те же движения можно сразу подключить к разминанию. Вот мы закончили двигаться ладонями. Я тебе уже говорил валик подбираю, он видит разминка. Дальше валик можно схватить пальцами и вот вдоль всего позвоночника прокатить как бы вот эту вот колбаску, разминая ее вот таким способом. При этом смотри, у него включается некоторая волна. Видишь, у него поясница ходит, то есть мы начинаем отсюда, а импульсом мы раскачиваем все тело. Видишь, у него начинают даже пятки ходить и голова. Вот так. Это я вот сейчас покажу. Для чего мы это делаем? Это уже начинается подготовка. То есть когда мы крутим колбаску, да, вот такую. Она начинает, видишь, впускать импульс дальше. Это говорит о свободности ее позвоночника. Мы можем практически, ну так для себя пока закрепить мысленно, продиагностировать. Если движение не идет дальше вот этого места, да, то значит где-то тут забито. Если сюда не идет, значит где-то здесь забито. Да? Потом переходим сразу на всю поверхность тела. Я не использую вот эти вот классические названия, там двойной кольцевой захват, там грифка, еще какие-то названия, да. В принципе, и так понятно. Вот смотри, вот тут я как раз использую название такой медвежий захват, чтобы захватить с той стороны. Особенно если объемный человек, он может быть вот такого объема, да. Вот так я его хватаю. Мне так легче работать. Причем, смотри, как идет движение на корпус, на мой. Видишь, вот бедра и бедами шевелюсь. Чтобы экономить свою энергию. Энергию своих собственных рук. Иначе потею, одышка будет. Вот. То есть вот эти все мышцы мы прошли, да. Далее идет вот мышцы, крылья так называемых. Да, привет. Тоже их вот отдельно можно захватить и вот так вот пройтись. Следующий прием. Это, ну, кстати, вы когда-то это закончил, да? Не забудь этот медвежий захват себе снять. Снял и как бы все, расслабился, выдохнул. Следующий прием. Это вот месить тесто. Когда мы берем большой кусок плоти захватываем, и растягиваем. Реально похоже, что мы тесто месим. Похоже? То есть захватили, да, и растянули. Так. Далее переходим к уже более глубоким техникам. Это когда мы включаем уже косточки своих собственных пальцев. Начнем вот с этого. Нижняя часть кистей. Упираемся и проходим вот вверх, да, только я иду не просто так, а я добавляю некоторую такую дрожь рукой. Не плечом, не всем телом и двигаюсь, а вот именно это, по сути, единственное мое движение, когда мы их делаем. И это тоже делаем, да. Получается и не дрожь только, а вот это швеление под кистяшками пальцев, да, и давление. Не, 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 подожди. Дрожь мы специально добавляем, это тоже к мануальным относится техникам. Потому что, смотри, обычно массажерцы что делают? Они разминают большие крупные мышцы. Ну и в принципе правильно, потому что глубже они не залезут пальцем туда невозможно. Но между позвонками и между ребрами есть микромышцы, микросвязочки такие по 5 мм, по сантиметру. Мы их никогда не достанем. Для них это как раз вибрации, как раз микродвижения, они предназначны для них. То есть мы, смотри, запускаем вот такую вибрацию снизу вверх в горизонтальной плоскости. Теперь мы вертикальными. Вот такую. При этом и давлю. Далее запускаем вибрацию в самом позвоночнике. Когда упираемся пальцем именно в гостистые отростки, да, вторым, ну можно одну руку сделать, да, если у вас человек такой легенький. Если он плотный, то я еще вторую руку сжимаю и как бы подталкиваю каждый астристое отросточек, стараясь, ну вот они вот так идут, да, стараясь его как бы немножко повернуть. То есть мы их как бы вот так немножко расшатываем, чтобы они пришли в такую легкость. Вот, это тоже метод диагностики, потому что одновременно расшатав его, подготовив к мануальным техникам, ты заодно еще проверил, где у него вот между позвоночником, да, и вот этими мышцами, где такие вот блокады есть. Вот, например, тут вот мышечный такой вот комочек. Ну, сейчас ты с другой стороны почувствуешь. О, вот тут вот у него мышечный комочек. И для себя мы отмечаем, дальше мы будем с ними глубже работать, да. Но пока мы делаем все спину. Вот, а теперь ты можешь включить вот это движение, которое ты говорил, да, вот так вот. Вот, теперь мы просто широко уже закрепляем и уже это называется разминание. Разминаем, ну, любым способом. Вообще я вот это называю захват лапа леопарда. Когда мы коготки поджали, да, и любым способом. Можно, как бы захватывая, можно спиралью, можно просто гребенку ударить. Вот так вот. Разминаем всю спину, опять же, снизу вверх. А с лопатками, смотри, вот я их еще вот так вот чуть-чуть приподнимаю и от вожу в сторону. Приподнимаем и от вожу в сторону. От центра к периферии. То есть отсюда, вот туда. То есть дополнительно плечевой пояс уже расслабляется. Ну, как правило, вот так вот размяли, да. И после этого перехожу к быстрым, энергичным движениям таким. Вот так, вот так. Чтобы уже дополнительно такое растирание, только глубокое. Иногда даже прямо вот туда вот можно впиваться. Цепимое? Ну, да, на грани. Вот. Потому что некоторые любят действительно пожестче. Приходят такие спортсмены. Говорят, сделаем ее прямо так, чтобы хорошо было. Как-то заметил, уже я включил вот эту часть. Не вот эти постяжки, да. А вот эти. И еще есть вот сожаление. Ну, сейчас я не буду еще ему давить. Вот. Если клиент там стонет, да. Я ему приговариваю тоже такие ободряющие фразы. Терпи, майор, я тебя полковника сделаю. Или там, например, терпи, иначе без терпения не получишь терапевтический эффект. Так. Наверное, хвост на этом запомнишь, да? Ну, попробую. То есть мы опять раскачиваем вдоль позвоночника, да? Идем. Вот. Давай. Ну, здесь мы сейчас, Лех, переворачиваем голову. Голову, ну, туда. Ну, здесь, ну, сейчас он, получается, вот этот валик поднимаем, правильно? Да, 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 поднимай. И переходим, как бы, с трапециевидной мышцей на вот эту, которую поодольная спина. Пальцами пока не надо, вот так валик берет и валик, 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 валик. И качешь его либо вниз, либо вверх. Не, вы поймали, еще валик, что-то спрятался. Ну, вот отсюда начни. Начни снизу. Вот он идет. Я вижу, но поймать не могу. Вот так его не можно делать, если идти, вот, и чистот. Ну, это уже... Техника жестко. Это шиатсу, другая техника. Это мы еще не прошли. Ну, пока, да вот, как ты меня уже поймать? Вот он, вот. Он у него выскальзывает. Ну, вот берешь его, вот так, быстренько, быстренько, быстренько. В этот раз змейку пускаешь. Ну, интересно. Так, так, так. Вот вот здесь у него. Ну, тут она может пропасть, да. Тут-то вот нет, он делится. Давай, давай, давай. То есть, получается, вот у него где-то... Вот отсюда пошел только. Ну, вот отсюда. Ну, вот отсюда. А, движение, да-да-да, движение начинается. Вот. А, само движение? Если ты скажешь по диагностику, то да. Да, вот у него с этой стороны и ниже начинается свободное движение. Потому что здесь у него где-то отсюда пошло, а здесь вот отсюда. Получается? Да, возможно, да. Значит, здесь запрещено, верхняя часть запрещена. Вот. И оно у него здесь, вот, если, я вот, не знаю, как это обозвать. Вот. Ну, то есть, вот, ну... Как правильно это написано? Да. Ну, то есть, как будто разгонили. Может, хочется. Варик отсылалась. А, а. Ну, да, да. Это вот дальше мы переходим к более таким локальным техникам. Как будто у него варик отсюда исчез, а сюда вот он прошел сюда. Да. Да, да. Это говорит о том, что здесь блок мышечный в этом. Больно, да? Что-то смошется даже. Ну, как-то это, да, что-то я как-то сейчас даже почувствовал. Да. Все правильно, да. Что-то он почувствовал. Что-то он почувствовал. Нет. Но пока это для себя заключение сделал, да? Пока мы сюда не переходим. Просто закончим, у нас же ученические техники. Это мы уже локально будем с этой области работать чуть попозже. Вот прошелся этот валик, теперь уберись вот с этим захватом. Вот здесь. Ты, в принципе, такое уже делал. Да. Только вот теперь меньше растираю, а больше захватываю. Прямо вот так колдуем на себя, да, туда-сюда. Да. Месим тесто. Хорошо. Давай сюда чуть-чуть. Так. Можно. Сейчас мы до этого дойдем. Лопаткой. Ну, с лопаткой мы все будем, да. Ну, пока ты просто общее дели вот так, общую лопатку так раз на себя. В принципе, там много разных упражнений есть, но все, знаете, не нужно. Это вы когда будете, вы маневрировать человеком, да, будете там, для кого надо часть делать спину, вот все применяете. Для кого надо 15 минут, достаточно двух-трех проходов. Теперь переходим вот к этим вибрациям. К дрожи. Кистевая дрожь. Собственная кисть вот так работает, да. Небольшой нюанс. Смотри. Ты вот локтем напрягаешься. Стояться прямой рукой. Это движение идет, единственный случай, когда оно идет от твоего взмаха, передается вибрация ему туда, в кости. Так, это мы сделали горизонтальную вибрацию, теперь вертикальную. Да, да, да. Иногда я тут так сильно давлю, что прямо вот шелкут позвонки даже во время этого движения. Отлично. И, подожди, подожди, в позвоночнику вот так вот, пальцем впивайся с этой стороны и как бы их туда подталкиваешь. Ну, желательно не отрывай позвоночнику, так прям глубину, смотри, чтобы чувствовать, где блоки там. Ну, вот сюда, в другом месте находится. Да, да, да. Правильно, сейчас смотришь в сторону. Да, здесь чувствуете только пальцы. Глазами ты ничем не таймешь. Иногда я даже закрываю глаза. Ну что, почувствовал, где у меня? Так, тогда я еще раз пойду, потому что... Давай я весь насмотрел. Вот между позвоночником и между вот этим валиком есть вот такие горизонтальные, определяемые блоки. Так, вот у меня вот блок. Да, вот блок. Вот он блок. Он прямо как вот идет с нескольких частей состоящих. Да. Вот сильный. Здесь немножко непонятно, потому что как будто эскиз ты и наоборот в эту сторону корректа торчит. Да, нормально, просто он лежит в этом чуть-чуть повыше. А, запроверну ты себя чувствуешь? Да, чувствуешь? Вот здесь вот его чувствуешь. Вот здесь вот он большой блок. Угу. Ну, здесь, конечно, вот если он руки вот так сделал бы, куда-то туда поднимет, и здесь уже кожа не знает. Ладно, до шеи мы дойдем, когда будем верхнюю часть делать. Теперь смотри, ну вот мы их нашли, и ты еще вот тут отделен нашел, да? Ты правильно говоришь, да. Их потом вот надо от позвоночника отводить вот туда, вот такими уже более глубокими техниками. Но сейчас нам надо закончить именно разминку. Вот с помощью теперь лапы леопарда ты переходишь, да? Не-не-не, сперва. Вот эта часть и вот эта одновременно, да? Да-да, вот так вот. И полегче-то он не вытащит. Он больше не видел, то испаковще немножко. Не, что-то неправильно делал, мне не правильно уже. ну потому что тебе приходится давить одновременно это счастье это выберите себя последним и теперь давай обоими руками можно хаотично до леопарда можно захватывая за руки отлично и мощно все получится так и так и что мы еще делали глубокое растирание теперь теперь с этими костяшками быстро сделать мы по ребрам аккуратнее просто больнее будет а последняя да и даже второй рукой можешь утяжеление сделать да это сделать просто болеть чем лёг я даже не давлю где утяжеление короче цвет колорит 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 на меч покучение нашли вот поэтому все эти пальцы убираем вот так и то же самое еще с вибрацией также можно сделать можно с утяжелением без утяжеления выбираешь по консистенции спины я вообще для тебя клиентов делю делю по консистенции как бы знаешь вот тело сметанообразная это пастилинообразная глинообразная деревяннообразная и каменообразная потому что действительно у некоторых такой знаешь тут коснешься такой жиров как желе а некоторые настолько вот мышцы забиты что просто как камушки причем приходит очень жестко это прям локтями туда впевать мне потому что вообще не разжать а у меня какой-то резистенции догадываюсь дырка зачем только она по-моему для них для них на где-то в районе паха если ты локтем выживаешь мышцы я думаю не угадаешь приходит мужику такой вот объемный ему вот так легонечко виду он а стоит уже одна девушка пришла ну лет девятнадцать хузенька хузенька вот она отстала примерно знаешь вот сантиметров 10 вот так вот в два раза меньше лёхи я ее начинаю так менять и она говорит давай посильнее я начинаю сильнее она говорит еще сильнее я уже локоть раздвигает ребра а она будет кричит давай 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 во сне вот тут еще она не засвется услышишь я не знаю может где-то в груди чесалась через спину причесал грузин и так в руке груза она стеснялась а вот так вот с подвыкли двертом да по хитро ну короче не знаю может мазохистка так что не угадаешь люди действительно порог чувствительности у всех разный ну давай я не знаю может быть лёгкую отпустим а то болит будет потом да давай теперь меняться давай вот тут смотри когда заканчиваешь да старайся начинать сам если клиент хочет он тебе поможет руками да а если нет ты сам штаны одел трусы натянул резинку так есть сейчас